Иеродьякон немолодых лет, но в могутной плоти, первейший бас и в служении искусный, имел страсть к бильярдной игре, и однажды в день пятничный на страстной неделе, отслуживший и почитая себя от обязанностей свободным, рассудил за безопасное удовлетворить свое влечение к бильярдной игре. Для того он пришел в заведение, где названному влечению своему мог угодить, и уже позвал трактирного служителя, но служители как один, так и другой, от игры отказались, сказав, что в такой день не могут. Но в эту пору пришел тут квартальный, и они с квартальным стали играть не на подлаз под бильярд, а на деньги. Квартальный же верный полицейскому нраву брать любил, а платить не изволил. Так и тут пришлось. Обнаружил он свою полицейскую низость и платить не захотел, а стал уверять, что уговор был на подлаз, а не на деньги. И что он сейчас тот уговор готов исполнить, шпагу снять и под бильярдом лазить. Но диакон этого не хотел и говорил, что мне за удовольствие, деньги лучше. Тогда квартальный потребовал, чтобы в таком разе продолжать игру до его отыграния и за всякою партию выпивать мазу по большой рюмке рому или вина. Диакон, желая свой выигрыш получить, на то согласился, и как он лучше квартального играл, то опять все-таки выиграл, и то, что надлежало ему выпивать, пил честно. Когда же он от выпитых им рюмок охмелел, то, будучи в своем праве, стал круче с квартальным поступать и требовать от него уплаты девяти рублей проигранных денег. При этом завели спор, во время которого неизвестно кто и каким образом весьма старое бильярдное сукно Киим подпорол и испортил. Тогда к спору их присоединился трактирщик и его трактирные слуги. Не смея рук своих на квартального тронуть, весьма смело подняли он и на Иродиакона. Они с наглостью стали уверять, что это, конечно, по их рассуждению, от игры в такой великопостный день, и что вред тот доподлинно сделал не квартальный, а диакон, и он за то сейчас сорок рублей заплатить должен. Или, если таких денег с ним нет, то они пошлют дать знать монастырскому начальству. А когда Иродиакон сообразил, что это есть подвох и что сукно давно обновление требующее, вероятно, спорано некоторым из служителей от игры за страстным днем отказавшихся, то платить не захотел, и несколько излишне на могучесть свою полагался, стал их плещами пожимать и вталкивать, а сам к двери выхода подвигаться. Но тогда все вдруг с азартом на него кинулись. И после буйственного нападения один, наибольшую военную хитростью одаренный, вскочил на бильярд и с высоты набросил на фигуру диакона с головой пестреидное покрывало, так, что он очутился, как подсвинок, которого мужик заключил в мешок, и завязав, везет на базар, и тот только может визжать, но ничего не видит. Так и его покрыв приступили бить со всеусердным ожесточением во все части, и, нащупывая, где его глава, за волосы притягали, и платья на нем порвали, и руки, под пестреидину подсунув, часы с бисерную цепочкою и деньги с кошельком до девятнадцати рублей, совсем с карманом из вшивого отверстия изъяли. Словом, так его отдушили и обидели, как он его евангельского, шедшего по пути и впавшего в разбойники. И все это душегубительство они произвели так, что он и несчастный, быв повергнут и придавлен, с покровенной у головою, ничего сам не мог видеть. Кто именно в какое место бил и что с него совлек, и одно, что для своей защиты мог, то сквозь пестреидину зубами кусался. Но бессердечным обидчикам этого страстотерпца и всего того, что сделали, еще мало показалось. А они, или лучше сказать квартальный, ибо его это была погибельная мысль, такой захотел дать оборот, чтобы еще битый у небитых сам отпущения просил и умолял о покрытии его их ненадежную тайностью. И из этого места откупился. Так, когда штатские всем совершенным ими над диаконом удовольнились и помышляли уже, приступите к метанию между собой жребия похищенном, квартальный был не сыт причиненным и сказал. Еще не приидет ему час, а призовите лучше мне моих охраняющих солдат, пусть свяжут ему руки и поведут сего буяна, чтобы все видели. И давлеет ему, а там в монастыре сдать на руки, и там ему его священно-диаконство помянется, и аксиос ему будет пропет за то, что в такой постный день на бильярде играл и вино пил. Услыхав же это, диакон стал ротитися и клятися, что он у себя в келье в Клобоке имеет еще сто рублей, секретно заделаны, и все их отдаст, только чтобы по улице его якосвязня не вели, а со свободою рук домой отпустили. И штатские хотели его с одним человеком отпустить, которому бы диакон, придя домой, деньги за дверь и вынес. Но квартальный, исполняясь недоверия к пострадавшему духовному, сказал. Нет, он как уйдет в обитель, то денег уже не вынесет и нас обманет, а лучше держите его и представим приставу, чтобы и тот от сего случая не скуден остался. И, шедший вон скоро, привел сюда с собою частного. Частный же, рассмотрев дело и видя диакона присмиренного и весьма потыканного, понял и погрозил квартальному перстом, а солдатов и штатских выслал. А диакону сказал, восстав, идем отосюду. И был ему заистинного самаритянина. Всадил его вовнутрь своих крытых дрожек и повез на своем скоте, а дорогою полезный совет дал. Ты, говорит, сознайся и факта трактирного не отвергай, но что у тебя будто сто рублей в келье, в клобуке заделаны, не обнаружь, потому что они тебе самому годятся на другой случай. А отвечай смело, и за тебя тот, кому надо, больше заплатит. Я эту необходимость понимаю. И привезя впавшего в разбойники с собою в обитель, доложился игумену, которому все рассказал, и, быв с ним наедине, предложил тому на выбор, оглашению дела придать или дать ему триста рублей на потушение. Игумен же был весьма в правлении опытный, и, видя, в чем дело, и какой может быть стыд, много не говоря, просимые деньги приставу вынес и подал. После чего тот сейчас же и уехал. А потом игумен стал дьякона укорять и выговаривал. Зачем ты в такое место попал? Ни для чего другого, как для бильярдной игры, отвечал дьякон. Но почему именно в такой великоскорбный день, когда никто не ходит? А тогда дьякон, сам на себя негодуя, и, видя уже, что все опасное для него за данными приставу поминками миновало, а голос его к служению нужен, робкость оставил и, осмелев, с досадою, ответил. А вы когда же мне ходить прикажете? В простые дни всякая сволочь в те места вхожи, а в такой день, как ныне, мирянин идти не отважится. Так поступок его, хотя и не похвален, но рассудливость непочтена быть не может.